Приветствую! Сегодня я хочу снять одно видео, но перед тем, как снять это видео, я расскажу немножко, почему я это снимаю. В древности мир стоял над каменным углем. Над каменным углем происходили лесные пожары. После этого оставались древесные угли. Когда падала молния, энергия распространялась над поверхностью каменного угля через древесные угли. При этом происходили электрические замыкания древесного угля. И когда дождевая вода соединяется с древесными углями, при замыкании создаёт анион бикарбоната, то есть создаётся новая почва и создаётся катион водорода. Катион водорода и анион гидрокарбоната служат растениям и грибам топливом, ну то есть удобрением, да, питанием. А для человека, для животных этот водород является как бы антиоксидантом. Анион гидрокарбоната очищает от тяжёлых металлов, а катион водорода – от свободных радикалов. Эти молёкулы, например, катионов водорода проникают к человеку из-за того, что статическая энергия выходит от волос человека. Плюсовая энергия выходит, плюсовая энергия молнии от атмосферы тянет отрицательные электроны. Эти отрицательные электроны через ноги втягивают от земли катионов водорода. Таким образом, человек набирает себе много катионов водорода. И это защищает его от свободных радикалов. Свободные радикалы разрушают ДНК. При разрушении ДНК происходит мутация. Из-за мутации иммунитет разрушает клетки человека. Таким образом, жизнь человека достигает возраста 70-80 лет. И чтобы этого не было, нам нужны постоянные антиоксиданты, то есть водороды. С помощью этой технологии, технологии Бога, мы можем, копируя эти технологии, совмещать с нашими аппаратами для оздоровления. И таким образом, мы можем жить очень долго или даже бесконечно. Даже если мы будем жить тысячи лет, это уже очень хорошо. Но энергия, которая выходит от волос, она стимулирует кровь, превышая ее стволовую клетку. Таким образом, воссоздавая нас внутри себя, делая нас бессмертными. То есть мы будем жить вечно на земле. И перед человечеством стоит важный выбор. Выбрать это или отвергнуть. И некоторые люди критикуют, что древесные угли проводят электрический ток, потому что они насыщены влагой. И это становится для них камнем преткновения. И чтобы снять эти камни преткновения, я раз и навсегда хочу показать, что древесные угли проводят электрический ток не потому, что у них есть влага, а потому, что они активированы. Для активации древесного угля достаточно нагреть ее до 1200 градусов и более. Это помогает гореть древесным углем, древесным углям без кислорода. Потому что при таком нагреве кислород просто не попадает в внутренности древесного угля. И таким образом освобождается валентность древесных углей. И не важно, сухие эти древесные угли или мокрые. У них сопротивление будет от 2 Ом и выше. Итак, начнем. Вот перед нами обычные древесные угли. Ну, это обычные сухие древесные угли. Вот. Ничем не отличаются друг от друга. Посмотрите внимательно. Я взял обычный прибор, мультиметр с цепровой. Поставил ее на сопротивление 200 Ом. Так. Проверяю. Сопротивление 0,3 Ом. То есть, показывает 0. Итак. Начинаю проверять древесные угли. Первый уголь. Показывает сопротивление 2 Ома. Вот. 2,6 Ом. Второй уголь. 3 Ома. Третий уголь. Сопротивление 4 Ома. Вот. Сопротивление 5 Ом. 6 Ом. Вот. 7 Ом. Видите? 13 Ом. Вот. 32 Ом. 25 Ом. 25 Ом. 190 Ом. Сопротивление не показывает. То есть, как мы видим, у этих углей разное сопротивление. Сейчас попробуем измерить сопротивление воды. Проверяем сопротивление воды. Ничего не показывает. Ставим сопротивление на 200 мега Ом. Вот. 200 миллионов Ом. Смотрим. Смотрим. Сопротивление показывает 1,2 мега Ома. Вот. Сопротивление показывает. Вот. Сопротивление показывает. Сейчас еще уменьшим. Вот. 200. 200. 200. 200 кило Ом. То есть, по сравнению с древесными углями, эта вода как бы ничего не будет менять. Вот. Налили воды. Теперь эти древесные угли у нас мокрые. Проверяем. Ничего не показывает. Видите? Ничего не изменилось. Сейчас проверяем вот эти угли. Вот. 3 Ома. 2 Ома. То есть, от первых показаний у него ничего не изменилось. Теперь меняем состав воды. Перемешиваем обычную соль. Так. Проверяем сопротивление воды. Ничего не показывает. Даже после того, как мы перемешали сюда 1 чайную ложку соли. На 2 кило Ома тоже ничего не показывает. Вот. На 20 кило Ом тоже ничего не показывает. Вот. Сопротивление 130 кило Ом. То есть, мы наливаем сюда соленую воду. Вот. В древесные угли. И теперь проверяем сопротивление древесных углей. Вот. Уголь, который ничего не показывал, все равно ничего не показывает. А древесные угли, которые показывали, они не поменяли свое сопротивление. Вот. 3 Ома. Вот. 7 Ом. 7 Ом. Вот. 20 Ом. 8 Ом. 9 Ом. 9 Ом. 10 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 Ом. были сухими или были мокрыми, ничего не меняет. И даже после того, как они были перемешаны солёной водой, тоже ничего не изменилось. Таким образом, как вы видите, тому, что говорят люди, нет правды, потому что древесные угли, они как показывают сопротивление 9 Ом для замыкания, они так и будут показывать, если даже они сухие или даже мокрые. Спасибо за внимание. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...